Добрый день, дорогие друзья! Мы снова приветствуем вас в Российской Государственной Библиотеке. И сегодня у вас будет невероятная возможность пообщаться с прекрасным человеком. Я вам обещаю, потому что у нас сегодня в гостях Наталья Задворная, руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ. Да, вы не ослышались, мы будем говорить об одной из самых любимых площадок москвичей и гостей столицы. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что пригласили меня в эту студию. Буду рада рассказать обо всех инновациях ВДНХ, которые сейчас происходят. Нам в этом году 84 года уже. У нас, разумеется, вопросов огромное количество. Мы все очень любим ВДНХ как площадку, и, наверное, нет человека, который бы хотя бы раз не гулял вашими прекрасными, я бы сказала, даже проспектами и улицами, потому что фактически это город в городе. Абсолютно, мы так его и называем, это правда, это город в городе. И могу сказать, что когда я пришла на выставку, я некоторое время даже плутала, честно вам скажу, вот во всей этой огромной территории, потому что это 325 гектар. Это действительно так, и точно знает каждый, кто на ВДНХ был, что можно провести там не один день и ни разу не повториться в своих маршрутах. Давайте начнем с такого далекого плана кинематографического, постепенно приближаясь к каким-то специальным супермоментам. Расскажите в целом, что сегодня на ВДНХ происходит. Ну, как я уже сказала, в этом году нам исполнилось буквально два дня назад, 1 августа, день рождения у выставки, нам исполнилось 84 года. И сейчас ВДНХ это 325 гектар, 49 объектов культурного наследия, музейный город, в котором сейчас 24 музея. Это самое большое территориальное объединение музеев в России, а может быть и в мире, но это мы так не замахиваемся, конечно. И сейчас мы вошли, мы так это называем, внутри себя, ну и в целом так рассказываем о выставке в новую эру, потому что, в общем-то, эпоха реконструкции ВДНХ, она приближается к своему концу. Мы отреставрировали почти все павильоны выставки, почти все они наполнились новыми смыслами, новыми экспонентами, новыми музеями и другими площадками развлекательными и так далее. И вот мы не так давно обсуждали с коллегами стратегию развития выставки, да, и пришли к выводу, что у нас есть таких 3 важных пункта. Это сохраняем наследие, потому что для нас это очень важно, дарим впечатление, потому что действительно сейчас ВДНХ это, ну, отчасти просветительский, отчасти развлекательный, огромный такой аттракцион, в котором человек может провести действительно не один день, а два, и три, и не повториться ни в одном своем маршруте, изучить совершенно разные аспекты жизни общества. Да, и третий наш постулат, это созидаем для людей, потому что самое важное для нас, это наши посетители. В этом году выставку посетило 35 миллионов человек, это огромная цифра, но мы знаем, что мы можем больше и ждем всех наших гостей, туристов, москвичей, приходить на выставку с удовольствием, получать удовольствие от посещения, да, смотреть на наши уникальные цветники, которые тоже, кстати, являются объектами охраны культурного наследия, потому что они восстановлены в том виде, в котором существовали в 50-х годах, и это вот такая реконструкция совершенно того вида, который был у выставки в советское время. Я даже не представляю, сколько креативных команд должны заниматься разными задачами на ВДНХ, но я предполагаю, что для той молодежи, которую мы считаем творческой, и которой посвящаем все наши передачи, встречи с креативными экспертами, однозначно имеется огромный пул возможностей и вариаций при устройстве на работе к вам, от ландшафтных дизайнеров, садовников до инженеров, экскурсоводов и всех остальных. Я же не ослышалась, вы произнесли цифру 24 музея действующих, правильно я понимаю? Совершенно верно, да. Мне кажется, нам срочно нужно разрабатывать паспорт музейного города ВДНХ, потому что я возила молодых архитекторов на Дубай-экспо, и мы все с диким восторгом, и дети, и подростки, в смысле, и взрослые, заполняли штампами эти паспорта, которые Дубай-экспо выдает вам на входе, потому что, пройдя конкретный павильон, ты ставишь себе штамп и получаешь паспорт такого музейного городка. Нужно, наверное, взять на вооружение, потому что на ВДНХ я бы заполняла это с удовольствием, умноженным на 10. Ну, на самом деле, да, эта идея у нас тоже существует. Действительно, в музейном городе 24 действующих музея, и мы ожидаем в этом году еще открытия огромного павильона «Атом», который тоже будет музейной площадкой, очень большой, громкое открытие в конце года. И, ну, у нас вот есть, например, 5 тематических маршрутов в этом музейном городе. Это, собственно, технологии, искусство, национальные культуры, потому что у нас есть много национальных павильонов, ну, традиционных таких историй, да, экология и общество. И, конечно, в каждом из этих разделов есть такая, ну, прямо коллекция очень красивых музеев, и я с удовольствием всех приглашаю приходить и смотреть. И то, что вы сказали касательно карьерных возможностей, то да, ВДНХ — это 3000 человек штата, и действительно очень много разных креативных команд, потому что у нас есть и часть развлекательная, да, как мы ее называем. Люди, которые занимаются концертами, фестивалями, занимаются вот различными развлекательными мероприятиями. Есть огромное количество людей, которыми я прямо горжусь, которые поддерживают состояние ландшафтной архитектуры, создают вот эти невероятные цветники, цветники новой волны. Мы открыли недавно объект новой, это лента Мёбиуса, которая была разрабатана архитектором Пенея еще 10 лет назад, да, и вот она сейчас реализовывается, это концепция ландшафтной архитектуры, и новый парк Орион, парк развлечений, да, который тоже в таком футуристическом стиле сделан. Это очень интересно наблюдать, как выставка, знаете, модернизируется, при этом действительно сохраняя свое наследие, потому что, конечно, архитектура вот этого советского периода, она потрясающая, и потрясающие реставраторы, которые у нас работают, и могут воспроизвести это, ну, действительно в деталях, очень красиво. Вот эти все живописные панно невероятные, огромные, которые возвращаются в свои павильоны, это все очень попытно наблюдать и очень приятно смотреть за вот этим возрождением. Да, и это не только сохранение наследия, но еще опорная точка для вдохновения большинству молодых визуалов и дизайнерам, и архитекторам просто пройтись по ВДНХ, это уже придумать как минимум идею для курсовой или изрисовать целый скетчбук. Вот так или иначе, мы с вами начали с экскурсионной деятельности ВДНХ. Вы перечислили пять основных маршрутов, правильно я понимаю, что их можно прямо на сайте ВДНХ найти, распечатать и, ну, как-то для себя, и понимать, куда ты движешься? Да, совершенно верно, потому что, конечно, навигация, ну, поскольку мы действительно очень большой объект, навигация для нас очень важна, и навигация посетительских потоков в том числе, то мы разрабатываем, разработали вот эти пять маршрутов, плюс у нас есть каждый раз сезонный. Вот, например, сейчас у нас есть маршрут природы ВДНХ, но как бы посвященный именно ландшафтному дизайну, парковой составляющей, таким вот необычным точкам, связанным именно с природной составляющей, к лету мы это выпустили. И у нас есть, конечно, традиционные экскурсионные продукты, такие как, ну, просто обзорная, стандартная, скажем так, экскурсия ВДНХ, которая рассказывает об истории, от основания с 1939 года, о реконструкции в 1950-е годы, когда сельскохозяйственная выставка превратилась в такое индустриальное направление, да, и до нового времени, ну, соответственно, до текущего периода, когда в 2014 году, когда началась реконструкция ВДНХ, ВДНХ получил новую совершенно жизнь, другую такую составляющую, которая при этом все равно протягивает нить, безусловно, между прошлым и вот настоящим. И я бы рекомендовала начать с такой совершенно обзорной экскурсии по выставке, потому что это для людей, которые, ну, давно не были или никогда не были на выставке, это очень такая содержательная в историческом смысле подготовка к тому, чтобы уже насладиться, да, такими отдельными объектами на территории. ВДНХ как площадка, конечно, хороша тем, что можно возвращаться бесконечное количество раз. Это она сама по себе лента Меобиус, мне кажется, да, и у вас ведь есть наверняка свои любимые маршруты. Да, ну, вы знаете, для меня ВДНХ это вообще в каком-то смысле уникальная территория, потому что я жила близко оттуда, да, в своем детстве, то есть мое детство прошло близко от выставки, мы часто там гуляли в юности и в детстве, и там уже потом с какой-то своей компанией. И я помню все эти стадии, знаете, вот 90-е, когда действительно ВДНХ была в таком, ну, в такой торговой площадке, и это такая печальная страница нашей истории, которая, к счастью, уже, да, целиком забыта и... Исправлена. Да, исправлена, совершенно верно. Вот, и, ну, для меня, наверное, одни из любимых маршрутов, ну, я очень люблю павильон «Космос», он, мне кажется, совершенно потрясающим по архитектуре, да, таким вдохновляющим этот огромный купол, и маршруты в ландшафтном парке, наверное, мои самые любимые, вот. Но тому, кто ни разу не был, я бы очень рекомендовала посетить еще павильон «Слово», например. Мы открыли музей «Слово» в 19-м году, и это такая уникальная экспозиция, знаете, она как шкатулочка, да, то есть она посвящена славянской письменности, но при этом прочтение, она очень креативная, дизайнерская, что ли, потому что там работала у нас большая команда шрифтовиков, людей, которые изучают русский язык и написание, скажем так, шрифтов вот в современной мире. И это, ну, мне кажется, получилось совершенно невероятное такое вдохновляющее пространство, которое заставляет тебя гордиться, ну, русским языком как таковым, да, вот этой красотой этого шрифта, красотой звука, и при этом, ну, рассказывает, безусловно, об истории славянской письменности, что важно, у нас много, конечно, и школьников, посетителей и так далее. Павильон Слова, кстати, один из тех павильонов, которые предполагают не только экскурсионную, но и образовательную деятельность. Там совершенно прекрасный лекторий, и раз уж зашла речь вот о таком креативном перекрестке, да, когда экскурсии можно совместить с некоторым добавлением для себя нового материала какого-то, что касается образовательной деятельности ВДНХ, расскажите, что здесь происходит? У нас большая программа, которая называется «Знание ВДНХ». Она существует уже шестой год, это бесплатная программа, которая субсидирует правительство Москвы, и мы приглашаем известных лекторов, известных популяризаторов науки, театры, спектакли. Мы, в общем, наполняем вот этими смыслами нашу территорию, и что приятно, это действительно бесплатно для посетителей, при этом у нас есть как бы как общая программа, скажем так, так и есть и отдельно в каждом павильоне, вот там в павильоне слова тоже есть отдельная тематическая история, естественно, в Центре космонавтики и авиации есть отдельная тематическая тоже история. Каждый из павильонов тоже проводит свою образовательную программу, и мы являемся в том числе таким агрегатором, то есть на сайте знания.вднх.ру можно посмотреть весь спектр наших мероприятий. Из достижения, например, этого года мы пригласили студию Брусникина, которая делала у нас спектакли, нам кажется, это очень здорово, Театр нации, мы сотрудничаем, сотрудничаем, конечно, с журфаком МГУ, например, с Высшей школой экономики, то есть у нас большой пул еще партнеров, которые приходят на наши площадки, выступают, рассказывают и... Просвещают. Просвещают, да. Нам кажется, что это одна из наших миссий, в общем, это правда, и это здорово, что люди приходят и имеют возможность действительно именитых выступающих лекторов послушать бесплатно, тем более в наших красивых интерьерах. Абсолютно так. И одна из моих любимых точек на ВДНХ – это павильон книги, где можно в очень уютных креслах посидеть и полистать новинки. Очень отрадно, что издательские дома откликаются на такие инициативы в ВДНХ, и все новинки, которые буквально вышли из-под станка, уже стоят на полках, и ты можешь просто сесть, полистать что-то, лишний раз убедиться для себя в идее покупки книги, да, или пересмотреть как-то вариант того, что ты будешь читать дальше. Но это, конечно, очень классно. Классно, что она такая яркая и разнообразная площадка для полного дня, когда ты можешь сначала покататься на велосипеде, потом пойти послушать лекцию, потом пройтись и прогуляться с каким-то некоторым развлекательным контентом, где-то перекусить. Это, я так понимаю, вообще отдельная тема еды на ВДНХ сегодня, которая, к счастью, вернулась к качественному сервису и классным каким-то рестораторским историям и подачам. Ну, то есть мы с вами, я так понимаю, можем фактически жить там. Да, да. Отели-то появились, чтобы ночевать на территории. Вы знаете, пока такого проекта нет, хотя мы тоже о нем долго размышляли, но есть замечательный отель недалеко, который построили китайцы, Салюкс, в общем, прекрасный отель, недалеко, шаговая доступность, пожалуйста. Ну, то есть полагаю, что теперь мы с вами можем планировать и на несколько дней пребывания на ВДНХ, просто с коротким отходом с площадки на сон. Поскольку уж про образовательный контент говорим сейчас, я знаю, что у наших молодых зрителей есть постоянный вопрос, который они просят задавать всем нашим гостям. Можете про свою образовательную траекторию немного рассказать? Потому что, как водится, нет у нас такого факультета, который растит конкретно руководителей департаментов. Это правда. Как вы на ВДНХ попали, с чего начинали там свою деятельность и кто вы по образованию? Да, это на самом деле интересное совпадение. Знаете, как все случайности, они не случайны, да? Я окончила Московский государственный университет, история искусства, я историк искусства по образованию. И когда я начинала свою карьеру, в какой-то момент, я работала, кстати, и в музее архитектуры, который вот тут неподалеку, как раз сейчас с ностальгией шла мимо и думала в этом времени. И потом ушла в маркетинг, я долго работала в журналах, в издательских домах, именно как бред-менеджер. И со временем, в общем, я поняла, что все равно, как это, знаете, искусствоведы не бывают бывшими, вот эта тяга к тому, чтобы делать выставки, делать какие-то музейные проекты, она очень сильная. И у меня был проект коммерческий, да, я руководила бюро «Экспомания». Это компания, которая делала выставки для заказчиков. И потом в какой-то момент я поняла, что мне хочется большего, ну, как бы хочется не только создавать эту выставку, но и понимать, как она работает, как живет, что там дальше происходит, потому что это очень интересные процессы, и вот и образовательные, и экскурсионные, вот этот прием посетителей, это такая очень вдохновляющая для меня история. И меня пригласили работать на ВДНХ директором музея слова, он как раз тогда только открывался, в 2019 году, вот, и два года я руководила им, а потом, соответственно, меня повысили до должности директора департамента, которым я сейчас являюсь, и сейчас в моем подчинении уже пять объектов, собственных объектов ВДНХ, ну, и, соответственно, музейный город — это наши резиденты, то есть мы из совершенно разного подчинения, но нам кажется, как управленцам ВДНХ важным, объединить их действительно в одну такую историю, потому что это для посетителей здорово, когда ты имеешь одну как бы точку входа, да, и, ну, и в целом, это очень такая сильная позиция, как нам кажется, объединиться, а не конкурировать, да, за своего посетителя, а именно объединившись, получить гораздо большую профит. А вот про музейный город можно чуть подробнее уточнить про резидентов? Есть еще возможность его расширять на ваших огромных гектарах? Чьи это поля? Точно. Да, конечно, у нас есть планы по расширению. Ну, как я уже сказала, открывается павильон Атом в этом году. Это такой большой действительно игрок. Он будет входить в музейный город? Конечно, обязательно. Наверное, это вот наравне с Центром космонатики авиации и там с «Россия. Моя история», который тоже входит в музейный город, да, это будет такой третий большой объект, потому что понятно, что мы ограничены, скажем так, размерами наших павильонов, да, поскольку все-таки это реконструкция, реставрация. Много у нас маленьких музеев, ну, камерных, я бы сказала. Хотя иногда, знаете, как это, маленькие музеи, посетителей больше, чем больших, ну, по соотношению, скажем так, посетителей. Да, и в будущем году у нас планируется к открытию музея Льва Николаевича Толстого, посвященный конкретно «Войне и миру», такому произведению, знакомому, конечно. И это должна быть очень интересная тоже интерактивная экспозиция. Ну, то есть я сразу хочу сказать, что у нас музеи, они все, конечно, сделаны по современным музейным технологиям, да, то есть это всегда и вовлечение. Конечно, у нас есть оригинальные предметы, но подача, она вот такая современная. То есть у нас нет музеев, которые, ну, скажем так, старого формата, я ни в коем случае, так сказать, без критики, но просто это важно. Академического. Академического, да. Вот, потому что, ну, действительно, как-то ландшафт, скажем так, создания экспозиции, он изменился сильно за последнее время, и мы абсолютно в тренде, мы делаем так, вот на пике, скажем так, моды, очень современные музеи. Вот, например, у нас в прошлом году открылся музей городского хозяйства ЖКХ, и это что-то невероятное, если честно, с точки зрения наполнения и мультимедиа, и подачи, то есть там можно прям побывать в квартире, посмотреть, как устроены, как устроено водоотведение, да, как происходит очистка, и это, как происходит подсветка Большого театра, например, на примере Большого театра, они показывают, как это работает. Я знаю, что у вас две прекрасных дочери, и уверена, что для них ВДНХ, в общем, тоже как бы второй дом, третье место после школы дома детских садов. Скажите, с одной стороны, есть ли у них какие-то любимые уже места, точки на ВДНХ, как вот точки притяжения детского творческого порыва, и с другой стороны, как развивается детская инфраструктура в целом? Конечно, мы нацелены в основном на семейное посещение, это правда, и для нас очень важно развивать инфраструктуру именно детскую, потому что, ну, наш посетитель, он в основном семейный, он приходит в выходные, мы проводили эти замеи, как это, аналитику, да, и понимаем, что дети, они тоже такие двигатели, скажем так, родители. Что касается моих девочек, то им очень нравится Павильон Союз Мультпарк, который тоже открылся в прошлом году, он посвящен советским мультикам, и тоже там такая необычная, интерактивная история, очень советую его к посещению. Ну и понятно, что мы сейчас, например, проводим много временных выставок, тоже детских, у нас недавно была Терафутура, это про капитанов будущего, вот сейчас у нас идет выставка «Жить дружно», это тоже про мультфильмы к 110-летию советской анимации, там можно посмотреть очаровательных совершенно кукол оригинальных, которые дал Музей кино, ну, в общем, это невероятно. Конечно, есть такая, ну, например, моим детям очень нравится такая рукодельная история, у нас там есть и гончарные мастерские, и карамельная мануфактура, и вот мы проводим занятия по каллиграфии, например, в Музее слова, это вот то, что поделать руками, детям, ну, вот моим просто хорошо заходит. Ну и, конечно, у нас замечательные, совершенно роскошные детские площадки, если честно, вот там у павильона «Нефть», например, там можно качать насосы, и, в общем, вот действительно, как это пробовать себя нефтяником. Поэтому дети у нас, у нас есть специальный раздел на сайте, посвященный именно детским маршрутам, там можно построить их, и у нас, например, огромное количество мороженого и пончиков, ну, в общем, детский рай. Действительно, дети очень часто являются вот теми движущими поршнями семейными, которые говорят, что нам туда надо. Особенно, если вы один раз по зову материнства их туда привезли, и потом... Я просто помню все это, все это мы проходили, мы один раз приехали, и потом ездили туда бесконечно, потому что нашему ребенку там было... Да, очень здорово. А что касается огромных каких-то мероприятий, больших, которые, возможно, еще в этом году или в следующем планируются, и мы можем сейчас с вами какой-то небольшой анонс сделать, и что нам ждать? Ну, выставка принимает большое количество, правда, фестивалей самых разных. Из ближайшего это «Сады и люди», это ландшафтный дизайн, очень красивый фестиваль в начале сентября состоится у нас. У нас проходит, например, рок-фестиваль, планируется тоже в ближайшее время, гастро-фестивали регулярные. Еще любопытно, например, фестиваль неолимпийских видов спорта. Я таких названий, честно вам скажу, не очень знаю, но я расскажу, как мне коллеги рассказали. Потому что там и капоэра, и, в общем, лонгборд, и, в общем, какие-то невероятные истории, и, мне кажется, очень интересные. Ну, вообще, с точки зрения спорта тоже ВДНХ развивается. У нас много спортивных площадок, оборудованных там и для питанга, и для гораздо более сложных каких-то историй на стороне тенниса, и там скалолазанье, и вот пандапарк. Ну, в общем, это действительно... Ну, и пробежки, конечно, тут никто не отменял. Красивые наши ландшафтные зоны. А что касается еще каких-то больших мероприятий, ну, понятно, что у нас проходят регулярные концерты в Зеленом театре каждый выходной, и различные там спортивные тоже состязания. Вот Матч ТВ у нас не так давно делал такую интересную тоже историю. Но из таких больших, крупных мы все ждем, наверное, вы знаете, выставку «Форум достижений России». Она откроется 4 ноября и будет работать до 12 апреля, и захватит всю территорию выставки. В каком смысле это возвращение, наверное, такая тоже ниточка между тем, чем была выставка раньше и чем вот сейчас она будет в виде выставки «Форума». Потому что это действительно про достижения России последние 10 лет, и это очень любопытно, потому что огромные корпорации и будут выходить и показывать свои достижения во всех отраслях науки, техники, образования и так далее. Думаю, что это будет что-то невероятное. А программа будет на сайте ВДНХ? Можно будет записаться? Да, конечно, конечно. Ближе, безусловно, все будет опубликовано. Там запланирована тоже большая экскурсионная программа, то есть можно будет записаться на сборную экскурсию и пройти прямо вот с гидом, посмотреть все самое интересное. Друзья, пропустить совершенно невозможно. Как вы понимаете, ВДНХ – площадка, которая ждет нас всех 365 дней в году, но некоторые дни в году нам с вами нужно планировать слегка заранее для того, чтобы объять необъятное, потому что это, еще раз повторюсь, город в городе, и когда ты туда попадаешь, понимаешь, насколько он изнутри больше, чем снаружи кажется. Повторить совершенно невозможно. Вижу, что у вас сегодня от вас некоторые прекрасные книги у нас на столе. Расскажите же немедленно нам, потому что, я так понимаю, у нас ее еще нет. Да, это наша новинка. Вышла книга совместно с создательством «Баслен». Мы выпустили про гастрономию на ВДНХ. И это как бы такая историческая ревью, скажем так, того, что было на выставке. Это действительно очень любопытно, потому что, например, в ресторане «Колос», который сейчас у нас еще в реконструкции находится, но там работало 2000 поваров, 2000 персонала в одном ресторане. Это, ну, масштаб, он потрясает, честно. Вот. И, ну, это вот история того, как развивалась, да, все достижения, скажем так, гастрономии были тогда. Ну, конечно, и сейчас мы тоже стремимся к этому. Ну, наверное, 2000 может быть многовато, но все же. Сейчас вот строится большой фудкорт дополнительный, который будет посвящен разным кулинарным традициям разных регионов, потому что все-таки в ВДНХ это во многом всегда была такой историей про объединение разных культур, разных, да, национальностей. И у нас сейчас это представлено, на самом деле, достаточно широко, потому что у нас есть и Казахстан, павильон Казахстана, павильон Азербайджана, павильон Армении и павильон Белоруссии. И они там тоже представляют, конечно, свои национальные блюда, но тут это будет и в том числе про регионы России, да, будет представлена очень широко разная палитра, скажем так, вкусов. Ну, в общем, ждем тоже с нетерпением в ноябре открытие этого объекта, будет интересно. Да, книга очень любопытная, на самом деле, там есть даже, знаете, меня, например, больше всего восхищает, не знаю, как вам, мне очень нравится сравнивать, знаете, цены, вот, так сказать, в ресторанах, как они были тогда, и как теперь, и какие, и тут просто есть прямо меню, и это очень интересно. Исторические меню у тех ресторанов, которые были на вашей территории. Да, в разный период, да, это так здорово. Мы такое очень любим, мы тоже собираем исторические меню, и вы знаете, что в фондах Российской государственной библиотеки хранится колоссальное вообще количество изоматериалов, особенно важных для тех, кто занимается графическим дизайном. Но, конечно, когда ты можешь вот с такой книгой сначала провести время дома, а потом пойти ногами и посмотреть на ту архитектуру, которая здесь упоминается, это что-то совершенно потрясающее. Для меня так вообще, я теперь буду на нее охотиться, потому что здесь архитектурно-гастрономически. Те два слова, которые будоражат мою кровь вне зависимости от времени года, да. Пойти посмотреть на здание и потом там вкусно поесть. Это всегда работает. Скажите про команду. Сколько у вас человек работает в департаменте? Ну, у меня достаточно большой департамент, порядка 300 человек. Ну, конечно, большая часть это люди, которые, наверное, самые важные люди, на самом деле, в любом музее, это смотрители. Да, смотрители и экскурсоводы, которые вот как раз и принимают посетителей, обеспечивают вот это приятное времяпровождение, подсказывают, показывают, рассказывают. Да, это, наверное, самая такая моя гордость. Хотя, конечно, все чудесные. Ваш департамент или другие департаменты ВДНХ предоставляют некоторую практику для студентов, которые хотят к вам попасть, и как это сделать? Да, у нас есть целая, на самом деле, программа. Наши коллеги из департамента кадрового занимаются этим вопросом. И у нас часто очень стажировки. Есть такой институт даже наставничества у нас. То есть обязательно закрепляют за стажируемыми кого-то из менеджеров, который, собственно, помогает людям как-то адаптироваться, действительно принести пользу, чтобы эта стажировка не была формальностью, а действительно приносила человеку опыт, знание, понимание и так далее. Может быть, даже какой-то будущий профессиональный выбор. Кстати, у нас есть в программе «Знания», простите, что вернулась, такая история про профориентацию. Нам кажется, что это очень важно. То есть одно из наших направлений — это профориентация. и мы делаем такие профориентационные путеводители по нашим объектам, которые в игровой форме помогают ребенку понять, ну, как-то есть у него тяга, скажем так, к этой профессии или нет. Поэтому если вдруг вы не можете определиться, то приходите к нам, возможно, мы сможем с этим помочь. Посмотрите, как потрясающе складывается калейдоскоп того, что мы сегодня успели обсудить о главной замечательной площадке, совершенно мультифункциональной городской площадке ВДНХ. Сюда можно прийти и прогуляться. Сюда можно прийти для получения новых знаний. Сюда можно прийти для того, чтобы ваши дети были счастливы. Сюда можно прийти вкусно поесть, создать для себя атмосферу, когда вы умеете погрузиться в эпоху безвозвратно от нас ушедшую, благодаря тому, что бережно сохраняется наследие архитектуры Советского Союза. Более того, сюда к креативному студенчеству можно прийти и для того, чтобы фиксировать визуальное, наполняя себя чем-то, и для того, чтобы пройти практику и, возможно, определиться с будущей профессией. Совершенно верно. У нас, кстати, в 49-м павильоне открылся совместно с Музеем Москвы. У них есть такая школа «Каскад», которая занимается как раз креативными историями художников. Развивают они это направление. Сейчас прямо у нас идет выставка, сделанная ребятами-студентами. Их такое прочтение чаяния о любви. Очень любопытное современное искусство, которое сделано действительно студентами, людьми, которые толкают это все в будущее. Наталья, хотела, знаете, еще что уточнить. Понятно, что ВДНХ – центр притяжения и вдохновения не только для москвичей, но каждый, наверное, из жителей нашей страны, в любом городе находясь, где-то частичка сердца занята этой площадкой. Есть ли у них возможность каким-то образом участвовать в образовательной или развлекательной программе? Те павильоны, которые предлагают что-то, делают трансляции, записи? И какие социальные сети ваши официальные можно использовать для того, чтобы быть соучастником, созрителем в онлайн-формате? Да, конечно, мы это делаем. И понятно, что у нас есть ВКонтакте, есть Телеграм, в котором можно за всем этим следить. Нам кажется, это важно. У нас есть и онлайн-экскурсии, то есть даже для тех, кто, соответственно, не может по каким-то причинам попасть к нам живьем или только планирует, можно посмотреть прямо вот онлайн-экскурсию по выставке, по нашим павильонам, чтобы или подготовиться, или просто насладиться. И лекционные программы мы тоже записываем, так что можно посмотреть. На столе сегодня у вас, как у руководителя департамента, такого разнонаправленного. Какие книги, которые вы сейчас читаете, или что-то в планах? Есть какой-то список? Да, знаете, я сейчас читаю книгу, которая называется «Осознанное неподчинение» Айда Чейлев. Это такой психологический, ну, фикшен, безусловно, который рассказывает о том, как как раз люди... Ну, там приводится, в пример, вот эти эксперименты, которые проводились, ну, такие не очень приятные, но любопытно что? Что автор рассказывает о том, что люди привыкли подчиняться. И на самом деле, ну, как руководителю необходимо, наоборот, формировать в своих сотрудниках осознанное неподчинение, потому что ты не можешь быть всегда прав, ну, можешь быть не в курсе, можешь принять неверные решения. И когда тебя твои подчиненные боятся, ну, как бы, как часто, например, в армии происходит или все что-то, и они не могут высказаться. И получается, что ты совершаешь ошибку, и ты, как бы, подставляешь и себя, и свою команду, и, в общем, это путь в никуда. И вообще разворачиваешь большой корабль. Совершенно верно, да, не в нужную сторону. И вот, как бы, автор рассказывает о том, что, в принципе, вся наша образовательная система учит нас как раз подчиняться. Ну, в принципе, да, так построено сейчас, по крайней мере, и образованием во многом. И ей кажется, что важно формировать в себе этот навык осознанного неподчинения и говорить, как бы, настойчиво о том, что если ты понимаешь, что твой руководитель, например, неправ. И, ну, вот я стараюсь в своей команде это сформировать. Мне кажется, что это правда очень важно, когда ты, ну, во-первых, получаешь объективную в этой связи картину, да, и можешь принимать какие-то завершенные решения. А, во-вторых, ну, это какая-то такая история про доверие для меня, вот, очень важно со своей командой, да, иметь какую-то коммуникацию, такую не сверху, а на равных. Рекомендую, в общем, спросить. Да, осознанное неподчинение Айда Чейлев. Мне кажется, это сейчас было что-то суперважное, конечно. Не могу не спросить про то, что для вас вообще вдохновение, и что вы делаете, когда ресурс заканчивается, как восстанавливаетесь? Знаете, для меня, ну, помимо семьи, конечно, которая тоже, да, помогает мне восстановить ресурс, своей поддержкой, в принципе, своим вниманием, мне очень важна физическая активность, мне нравится танцевать, например. Вот, как бы я когда танцую, я хожу на курсы по танцам, вот, и мне кажется, что это вот так очень разряжает, отпускает немножечко голову, да, потому что действительно, когда работы много, в какой-то момент случается перегруз, и уже не, как это сказать, неэффективным, в общем, становится мышление. А обязательно ли все, что делается для переключения, должно все равно быть системным? Вы регулярно ходите на танцы? Или когда душа требует? Я стараюсь регулярно, да, потому что я заметила, что, ну, это лучший эффект, на самом деле, имеет, чем такое ситуационное решение. Но ситуационно, безусловно, ситуационно там прогуляться, вот, например, к счастью, я работаю в парке, и можно прямо на 10 минут выйти, подышать, посмотреть на красивых лебедей, и, ну, немножечко эти мысли. Я обязана, должна и обязана об этом спросить. Во-первых, я вас поздравляю, я знаю, что вы недавно стали владелицей совершенно прекрасной собаки. Да, это правда. И как владелица трех прекрасных собак, не могу не уточнить, очень хочется спросить про прогулки с собаками по ВДН. Насколько возможно, куда можно, куда нельзя, и вообще, что с этим? Ну, мы по-стандартному, на самом деле, живем в общемосковской истории, да, прогулки возможны. Выгул, скажем так, ну, как-то понятно, что соблюдая все правила, да, так сказать. Вот. В некоторые павильоны можно заходить. Единственное, что собака должна быть в переноске. Ну, как бы, то есть просто на руках мы не можем допустить, там, музейное, например, пространство, потому что, ну, все собаки разные, и тут как бы сложно. Вот. А так мы очень док-френдли. Проводили тут даже недавно с приютом мероприятие по пристройке, собственно, животных. Да, нам кажется, что это важно. Вы и так были милыми в моем сердце, а теперь вообще просто расстроили. Трех кошечек, да. Шикарно. Помимо того, что вы можете на ВДНХ отдохнуть, прочувствовать варианты вашей новой работы и просто вдохновиться, вы еще можете периодически обрести там четвероногого друга. И это просто потрясающая нота для того, чтобы закончить наш разговор сегодня. Мне кажется, что за эту нашу беседу мы все немножко почувствовали ВДНХ слегка по-другому, более человечным, близким таким агломератом всего, что может принести тебе хорошее настроение и позитивный настрой. Огромное вам за это спасибо. Большие проекты делают хорошие, классные люди. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо огромное, что пригласили. Ждем вас на главной выставке страны. Спасибо.